Иконы и фрески эпохи Петра I из Московского музея имени Андрея Рублёва впервые в Тобольске, хотя музейные связи давние. Окунуться в мир русского религиозного искусства помогает национальный проект «Культура». Безусловно, сегодня приоритетные для нас это национальные проекты. И уже есть опыт, когда мы сами принимаем, когда мы сами участвуем, привозим другие музеи. И для Тобольска это тоже, в общем-то, уже не первый опыт. И особенно приятно, что мы можем говорить сегодня уже о партнёрских отношениях, поскольку с музеем имени Рублёва мы уже сотрудничаем давно. Из Москвы в Тобольск приехали 40 экспонатов. Это произведения, которые были созданы мастерами в конце 17-го – начале 18-го века. Условная экспозиция разделена на два блока. Большая часть – работы в стиле живоподобия. Это классический стиль в иконописи, когда все фигуры изображаются в одной плоскости на золотом фоне. И есть работы живописные – новаторские для того времени иконы с объёмным фоном и дополнительными элементами в оформлении фигур святых. Мы постарались максимально разнообразить ряд. Помимо 37 икон вошли ещё три фрески. Это часть уникального комплекса, который хранится в нашем музее. Это фрески, снятые со стен церкви города Юрьевца, которая часть города попадала в зону затопления при создании Горьковского водохранилища. И реставраторы снимали на ходу фрески со стен и пытались спасти. Ещё одна музейная редкость – подписные датированные образы, где точно указаны имя мастера и время создания. Среди них икона 1705 года. Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. Работы церковного живописца Кирилла Уланова. Можно сказать, что на пасхальных неделях открывается замечательный проект в городе Тобольске. Это большая радость и для города, и для региона, потому что когда столичный музей привозит уникальную коллекцию, это всегда возможность прикоснуться к прекрасному, не выезжая из своих сибирских пространств. Работы живописцев смогут увидеть жители трёх городов. Тобольск – первая остановка передвижной экспозиции. В список также вышли Иркутск и Хабаровск. Интересно, выбраны города, где будет эта выставка экспонироваться. Москва, Тобольск, Иркутск, Хабаровск. Вся Россия в историческом контексте. После Москвы первая столица – Тобольск, столица всей Сибири. Дальше появилась епархия, которая отделилась от Тобольской метрополии, Иркутская епархия. Ну и дальше – самый край нашей страны – Хабаровск. То есть эти большие иконы времён Петра I пересекут Россию по горизонтали от одной границы до другой. Выставка продлится до 15 июня. Школьники и студенты могут её посетить, используя пушкинскую карту. Много экскурсий также будет организовано в Ночь музеев, которая пройдёт 20 мая. Валерия Петрушенко, Рустам Рузеев, Тобольское время.